всех приветствую записываем очередной обзор прогноз криптовалют рассмотрим несколько новостей статистические данные ну и по традиции графики исходя из общей оценки рынка у нас как всегда есть несколько локомотивов and шнекса чилис link decentral and но основная масса продолжает находиться на прежних уровнях плюс-минус 5 процентов либо даже падать что касается шартов и лангов по bitcoin у нас шарты растут за последние 24 часа трейдеры все-таки думают что снижение это будет наилучший вариант лайткоин без изменений эфириум также плюс-минус несколько процентов единения какого-то нет по кардана шарты почти 10 процентов сокращаются но ланге не открываются манер у нас при своих zek сокращать и ланге шарты вчера у нас была кардинально другая ситуация по zek у нас наблюдалась активность и это также прикрываем шарты и us без изменений и ripple также без особых изменений альткоины примерно остались при своих bitcoin у нас в планах на снижение шартов здесь больше за последние 24 часа индекс страха и жадности у нас увеличился теперь это не экстремальный а просто страх вчера было 22 сейчас 27 и страх потихоньку улетучивается у трейдеров на рынок приходит относительное спокойствие что касается ликвидаций то уже который день наблюдается снижение ликвидации как шартов так и лангов все ниже ниже и ниже когда то это тенденция закончится и нас ждет резкий прострел вверх или вниз после чего последуют неплохие ликвидации если же смотреть что закупать грейс кейл то также у нас идет покупка лайткоинов за последние 24 часа только он был увеличен в их инвестиционном портфеле остальное идет на распродажу сегодня посмотрим новую метрику это объем притока и оттока денег за 24 часа наибольшая активность у нас в финансе рассмотрев финанс по потоку денег наибольший приток у нас идет в евро а отток из биткоина идет в трон на втором месте chain link давайте посмотрим теперь по отдельно по биткоину в bitcoin поступает тезер фиат другой доллары а из биткоина все это перетекает в бинансовский usd и также в трон обратите внимание на трон он за последние 24 часа имеет большую активность по распределению средств на финансе и вообще крипто рынке еще одна новая метрика можно оценить как за 30 дней насколько активно разработчики занимались той или иной монетой из нашего топа можно сделать вывод что эфириум находится в работе разработчики по эфириуму не сидят сложа руки кардана полка dot chain link stellar солана остальное в принципе особо работать не хотят если же отсортировать по максимально большой загруженности разработчиков то в топ у нас ходит кардана ксм dot эфириум остальное на вашем экране из топов это конечно же вот смотрим 5 8 2 место остальное уже даже не входит в десятку но разработки ведутся поэтому стоит обратить внимание на данные монеты хоть пока они не в топе но разработчики ими занимаются еще одна статистика по разработчикам это у нас по приложениям наибольшей активность за последние 30 дней было вот данных приложениях трасту лет что тут носит космос и не swap decentral and chain link данных приложениях также за последние 30 дней активно велась разработка стоит на них также обратить внимание стоит отметить что 28 мая у нас экспирация фьючерсов на бирже cme чаще всего в данных случаях в эти дни либо накануне случались резкие большие движения на крипто рынке сегодня у нас 27 а значит нужно быть начеку велика вероятность что нас ждет прострел по биткоину либо наверх либо вниз но движение будет резким и внезапным имейте это ввиду теперь посмотрим что у нас из топа 100 по криптовалютам добавлены за последнее время сегодня 27 мая у нас добавлены следующие новости манера юфи сейчас посмотрим если здесь что-то действительно важно вот данная монета за листина на очередной бирже вот листинг монет на бирже это будет положительный сдвиг для волатильности поматику идет разработка кардана вот отмечен даже как существенный но здесь похоже просто будет какой-то митинг и объявит о новых разработках как мы помним из прошлых таблиц по кардана ведется очень активная разработка как приложение так и самой монеты я думаю будет объявлено что-то интересное шибу трендовая новость шиба и ну за листина на новой бирже это тоже хорошая новость вот снова кардана это уже вчерашние наши новости на что можно обратить внимание из интересных новостей шибу кардана да я думаю и все остальное смотря как вы интерпретируете теперь посмотрим что у нас по новостям в твиттера cnn компания марафон digital холдинг провела телефонный разговор с илоном маслом по поводу использования энергии в индустрии добычи биткоинов снова поднимается эта тема биткоины экологичные или экологичный как все это дело ему солит что у нас еще из новостей bloomberg биткоин и другие криптовалюты это не более чем спекулятивное причудо которую центральные банки вероятно могут игнорировать сказал глава центрального банка дании конечно это отчасти правда это очень спекулятивный актив но я думаю применение ему можно найти в данный момент конечно же это просто купи-продай но игнорирование это не выход газета independent белый дом рассматривает пробелы в правилах криптовалюты поскольку bitcoin сильно колеблется от уклонения от уплаты налогов до незаконного финансирования криптовалюта годами создавали проблемы для политиков белый дом сша естественно будет заботиться о том как бы это все дело зарегулировать я думаю не в этом году так в скором времени если хайп не спадет сша займутся этим это лишь вопрос времени как жестко отрегулировать крипту и естественно это придаст волатильности и снова нас ждут большие падения большие взлеты без этого никак еще одна новость запрет на майнинг криптовалют на фоне массовых отключений электроэнергии приводит к падению рынка больше позитивных новостей о криптовалюте от paypal через семь месяцев после сообщения о том что он будет добавлять поддержку криптовалюты для своих 350 миллионов пользователей paypal в очередной раз объявил некоторые столь необходимые позитивные новости для отрасли еще раз подтверждается что это спекулятивный актив который подвержен любому твиту в принципе как и любой рисковый актив даже российский рубль ценовой прогноз эфириум очень позитивный объем торгов и фирма впервые превысили bitcoin неплохо но про иран мы уже вчера рассматривали что они также собираются запрещать майнинг а теперь давайте посмотрим то у нас происходит на графиках по биткоину что у нас изменилось также здесь все эти два прогноза вы помните данный прострел наверх может быть как в рамках волны 4 так и в рамках волны 1 если смотреть на более мелких таймфреймах давайте полчаса посмотрим то здесь также пока это все дело не разрешилось мы дали один импульс и сейчас у нас происходит коррекция данная проторговка может завершиться как угодно сейчас же это даже похоже на треугольник оба cd и который должен выстрелить наверх после того как был первый импульс произошла коррекция и второй импульс был вопросом времени он произошел но в рамках чего был этот импульс либо это была уже волна c и мы нарисовали за 1 12 и сейчас пойдем дальше вниз обновлять лаи либо это треугольник после чего мы все-таки пойдем дорисовывать волну c еще выше так как расчетную зону мою до сих пор не посетили здесь прогноз тот же как и вчера без изменений пока судя по объемам и индикатору здесь вероятнее всего более долгосрочной перспективе дорисовывать волну 5 а это как минимум вот сюда но естественно все может измениться если мы получим рост объемов и какое-то изменение на рынке тем более не забывайте 27 число а 28 экспирация фьючерсов резкие глобальные изменения в эти дни очень даже вероятно по эфириуму я думаю тоже ничего особенно не изменилось давайте посмотрим до объемов здесь также не прибавилось и здесь по-прежнему я думаю все еще возможно небольшое движение наверх даже в рамках волны 4 вот она отмеченная зона она по-прежнему пока еще не достигнута и актуально и может быть еще достигнута поэтому используйте стопы как обычно что паре плав паре плав объем у нас ровненькие без увеличения индикатор также все вниз расчетную зону мы также не достигли паре плут также без изменений думаю что после достижения данной зоны вполне вероятно мы пойдем вниз если же не появятся какие-то более новые более явные и противоречащие этому фактор типа повышенного объема какой-то измененной структуры и так далее посмотрим пару монет из комментариев одна из них dent что у нас на четырех часах прошлый прогноз по денту ожидалось либо отсюда наверх либо спуск и наверх но сработал второй вариант мы все-таки еще раз спустились здесь у нас образовался образовалась дивергенция и сейчас рисуем выходной если смотреть на более мелком таймфрейме то здесь просматривается практически такая же структура как и на битке с эфиром сколько у нас все это длится уже достаточно объемов также повышенных нет данное движение у нас очень похоже на импульс а после импульса у нас идет как минимум еще один импульс если не смотреть на объемы индикатора то здесь очень похоже на заходной 12 и сейчас идем вполне 3 давайте построим зону если все-таки это так то вот она зона для волны 3 если же мы рисуем abc здесь также это возможно то это было а сейчас у вас какой-то здесь треугольник либо вот здесь уже все это закончилось и сейчас мы находимся волне c то зона для волны c находится вот на данных уровнях давайте отмечу также розовым вот они перспективы принципе ни одной зон мы так еще и не достигли это значит что небольшой прострел все-таки еще имеет большую вероятность получить еще один прострел наверх и потом уже вот здесь будет решаться либо пойдем вниз дальше дорисовывать движение либо уже мы развернулись и пошли выше в тройку в любом случае подтверждением тройки будет являться здесь рост объемов превышение индикатора это будет подтверждением треть волны пока еще раз говорю этого нет поэтому вероятнее все таки это волна c после чего пойдем вниз прогноз я думаю понятен и еще одна монета который просили в комментариях это дэш тяглянем что у нас было до этого по дэшу что я рисовал по дэшу здесь рисовали большое движение да вы здесь видите объем вниз индикатор вниз это значит что движение затухает и нас все-таки еще хватило даже на еще один прострел наверх в конце все-таки но здесь тоже сомнительно либо это abc с перри хаем здесь было бы сейчас c даже такое возможно хотя здесь вот и что рисовал эти глянем она видимо мы находились на данных уровнях и я рисовал что если будет заходной то здесь можно брать и наверх но заходного так и не случилось мы так и валимся 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 и вот здесь только похож на нормальный импульс и появилась надежда на разворот поэтому ходи здесь смысла не было я думаю никто и не входил потому что мы по-прежнему летели вниз данное движение отчасти также очень сильно напоминает структуру и биткоина с эфиром а это еще раз напомню что здесь может идти всего лишь первый импульс 12 пример 3 сейчас находимся 4 можем обновить волну 5 либо мы вот так вот завершили все это дело и мы уже 5 отработали исходя из того что нам показывает график вероятнее всего что мы все таки в четверке и мы еще раз сходим как минимум обновить лай но это крипто можем отсюда развернуться но пока будем торговать то что показывает график а график нам показывает что это вероятнее всего волна 4 поэтому сделаем здесь прогноз основываясь именно на том что это четвертая волна к тому же и подтверждений на отмену данного прогноза также нет объема вниз индикатор на том же уровне ничего не превысил поэтому пока самый простой вариант 1 2 и 3 волна это нас оба цешка при данном сценарии c имеет вот эту зону для завершения если же вы здесь отрисую треугольник то зона немного сместиться наверх так как ортодоксальная точка будет выше пока треугольника нет ставим как есть после если вы видите вот тройной зигзаг коррекционное движение после чего раз два три 4 и возможно еще один прострел в волне 5 волны c наверх в данную зону пока прогноз такой по дэшу ну и кстати имейте ввиду что вот это все сейчас повторяется на многих криптовалютах и может отработать на любой крипто паре на этом сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях свои мысли как обычно удачной торговли и счастливо